Звук 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 Итак, вакуум — это газ, длина свободного пробега в котором сопоставима с характерными размерами сосуда. Длина свободного пробега в воздухе при одном АТМ — несколько десятков нанометров. Да, это очень мало. Длина свободного пробега в космосе — сантиметры. Очень много в сравнении с воздухом Земли, но очень мало в сравнении с космическими расстояниями. Космос неописуемо огромен. Сосуд в данном случае простирается на миллиарды световых лет. Даже если рассмотреть в качестве сосуда только Солнечную систему — это миллиарды километров. Гораздо больше, чем длина свободного пробега. Вывод напрашивается простой. В космосе вакуума нет. Дело в том, что в космосе очень разреженный в масштабах Земли газ. Но и масштабы там другие. И может показаться, что звука в космосе действительно нет. Это можно проверить, сняв с себя шлем в космосе. Но в этот момент возникают другие проблемы. Однако будьте уверены в том, что в космосе все же есть акустические волны. На огромных расстояниях космоса распространяются волны, очень похожие на наши звуковые. Только расширенные пропорционально масштабам свободного пробега. То есть они имеют очень большую длину, медленно затухают и далеко распространяются. Услышать их мы не можем. Наши уши для них совершенно не приспособлены. Даже самых огромных размеров. Поэтому звуком назвать их нельзя. Они лежат в другом диапазоне длин волн. Они скорее инфразвук. Но они есть. И это очень занятно. Более того, они не просто существуют. Они играют немалую роль в процессе звездообразования. Космические катаклизмы, вроде взрывов сверхновых, порождают эти самые волны, которые, проходя сотни и тысячи световых лет, приходят в газопылевые скопления и тревожат их. Возникают локальные уплотнения и разрежения, которых оказывается достаточно, чтобы нарушить чуткое равновесие облака и привести к ускоряющемуся процессу нарастания гравитационной неустойчивости. Уплотнившаяся из-за волны часть начинает притягивать к себе новый газ силами гравитации. И однажды становится столь огромно, что в ней зажигается термоядерная реакция. Так рождается новая звезда. А ее рождение создает новые волны, которые, может быть, тоже послужат причиной для рождения следующих и следующих светил. Такая вот космическая романтика. Такая вот космическая романтика. Такая вот космическая романтика. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok